всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня будет новый влог извиняюсь за длительное отсутствие но как получается утро у меня начинается как всегда с жусеньки она всегда рядышком со мной дремлет у нас достаточно хорошая погода несмотря на то что иногда бывает дожди но погода в питере достаточно отлично вообще обещают просто теплое бабье лето в сентябре чему я несказанно рады и надеюсь что обещание этим сбудутся так вот дремлет не выпускает меня из кровати вот еще обычно рыжий каспер вместе со мной вот у нас как раз таки с утра ну ночью шел дождь и утром тоже немножечко дождя несмотря на дождь джуси тут охраняет все в общем все как всегда вот мои питуньи которые уже потихонечку начинают как бы отцветать уже становятся такими не такими красивыми скажем так пушить не такими пушистенькими кустиками это я покупала в обе на распродаже просто какой-то микс за какой-то чисто символическую что-то там 6 или 8 штук 100 рублей я уж честно говоря не помню но помню что я показывала на своем канале вот у нас с утра продолжает идти дождь вот такой и но в принципе все равно погода держится выше 20 градусов и достаточно такая комфортная приятная прям люблю такую погоду я решила испечь хлеб меня спрашивали по поводу хлеба печки советую я или нет да советую очень вот такой вот я в основном смеси все-таки покупаем вот такая смесь мне тоже нравится бородинский получается очень вкусный хлеб прям вот я не знаю как будто вы какую-то дорогую пекарню пошли до его кстати можно делать не только в хлебопечке но и так в общем советуем и капуста у меня наросла в огороде капуста вот и я решила сварить ну скажем так щи свежей капусты можно их так назвать наверное в общем супчик со свежей капусточкой будет просто супер на салат конечно же тоже я добавляю сюда консервированный горошек так нравится моего моему мужу бульон у меня желтый потому что добавляю чуть-чуть куркумы придает просто я не знаю мне кажется всем блюдом просто потрясающий аромат почему такие вот щи у меня получились можно сказать суп свежей капусты можно сказать овощной суп как хотите на мясном бульоне на курином бульоне я его варила вот варю бульон в основном на косточках потому что мясо в супе у меня не любят ну никто в доме вот ну и подошел тут как раз мой хлебушек вот эта дырочка посередине это лопасть которая замешивает хлеб она соответственно оставляет вот такую дырочку то что хлеб печется лопасть вот это внутри так и остается но если у вас есть возможность приобрести хлебопечку я очень вам советую конечно есть риск того что вы начнете есть очень много хлеба и булки есть такой риск но если у вас семья большая я думаю что рисковать не придется и хочу вам показать свой ну назовем сад что этот надворила кто помнит вот на этой площадке как раз там где сейчас такая проплешина в траве стоял у нас детский такой домик с горкой который когда дети у меня были совсем маленькие они играли сейчас они не играют вот на этом домике еще в прошлом году перестали и по обоюдному согласию мы решили снести у нас здесь еще стоит беседка беседки вещи которые были со старого дома который мы разбирали который как всегда было жалко выбросить знаете всегда есть такая вещь в общем надо разбирать еще и беседку там вот по соседям муж как раз делает забор поставил уже там как стал бы вот это все здесь выровняли и соответственно мышцы снес мы все выровняли и посадили газонную травку это как раз вот к слову куда я пропадаю занимаясь вот такими вещами травка начинает только всходить также я сюда посадила вот такой лилийник пересаживала я его конечно вообще кошмар какой-то вот но он даже зацвел что было для меня удивительно между двумя яблонями красот белый налив уже начала спаться вот этот кустик и я забыла как он называется цветет желтенькими цветочками который муж не приобрел в обе на распродаже вроде ему ничего начал выпускать новые листочки я его посадила сюда было написано в уходе что он любит солнечное место здесь как раз таки вот прям самое солнце также сюда посадила вот такую хосту она мне очень нравится она сидела около забора но у нас у соседей за забором растет шиповник и хоста видите начала погибать то есть когда я выкапывала в коста была вся обвита просто вся этими корнями от шиповника это белый налив как раз тут живет вот в общем вот такая вот у нас получается красота терраса и вот такое вот здесь никакие цветники делать не буду будет просто вот такое вот поле планирую поставить такую лежаночку знаете столик налить себе чашечку кофе коктейльчик и лежать сгорать но это так фантазии моим и так сказала и здесь я кто помнит здесь у меня была клубника клубника это вообще моя боль короче она вся у меня в общем не плохо короче было я и все выкопала выбросила и сделала цветник азалия она у меня уже достаточно давно сидела она как раз около детского домика я ее посадила сюда и еще вот куча куча всяких посадок название я вообще не помню причем вот эти два кустика это какие-то многолетки я их посадила выбросила вот эти вот горшочки на которых было написано кто это и короче забыла овсяница рододендром но что-то ему не очень хорошо это вот эти цветочки всем тоже забывая их название тоже их с другой клумбы сюда пересадила они у меня сами сеются сами потом растут у меня были желтые белые вот такие фиолетовые общем они там между собой это можжевельничек да насколько я помню вот такой и бегонии вот эти вот вечно цветущие он тоже они мне как-то не разрастаются не знаю в общем как-то не очень было видимо вот это камнеломка если я не ошибаюсь наверное камнеломка это дала мне моя сестричка вот эти сорнячок затесался вот в общем посадила вот сюда среди камушек это тис который я кстати купила в анапе привезла его не знаю выживет он или нет вот такие мне помощники доходят по клумбе почему такой вот он у меня живет вот это тоже по моему какой-то можжевельник купила на распродаже тоже в обе в общем такой ползучий у меня тут будет жить правда сестричка она говорит что он сильно может расползтись но ничего я его подстригу если что я так решила вот это африканская ромашка по-моему по другому называется он либо однолетка либо его надо отсаживать и приносить домой то есть выкапывать и приносить домой посмотрим как это у меня будет жить все дальше здесь у меня тоже вот это давала мне моя сестричка по-моему это камнеломка называется если я не ошибаюсь то разные разновидности дальше вот это по мочи так девочки она мне говорила у меня в одно ухо влетела другой вылетела что называется вот такой тоже кустик он начал у меня здесь хорошо прижился начал расти ордодендром еще вот такой которым кстати очень очень хорошо видите он выпускает новые листочки но не цвел не знаю какого он будет цвета вот такое тоже растение у меня даже сестра не знает что это за растение она говорит ну дашь мне кусочек когда у тебя разрастется как он называется непонятно вот это тоже у меня было на другой клумбе и цветет такими меленькими цветочками прикольными посадила сюда еще один рододендром тоже не знаю какого цвета он будет но в общем да приживается там тоже кустик не помню как называется девочки извините я еще тот цветник но я можно сказать начинающий поэтому мне простительно это у меня ирис он такого фиолетового цвета достаточно красивый тоже посадила в общем мой сюда а здесь у меня клумба с розами куда же я без роз моя плетистая красная роза которую я отсадила от беседки потому что ей там было не очень хорошо там рядом стоял бассейн и вся вот эта хлорированная вода постоянно на нее наливалась и в общем было не очень хорошо вот этот маленький кустик это у меня такая гвоздичка вообще покупала я ее как однолетник но она вот живет у меня уже второй год это тоже забыла как это называется тоже помка мне ломка девочки я честно говоря не помню тоже давала мне сестричка достаточно давно в общем тут сорняки у нее затесались и вот так вот она у меня тут разрастается мне на кстати очень нравится тоже чем-то напоминает розы поэтому я посадила ее к розе но роза ничего нормально несмотря на то что он такая большая нормально перенесла пересадку я думала что она у меня погибнет нет все хорошо вот это тоже цветочки тоже не знаю их название тоже были в другой клумбе посадила их сюда в общем-то это маленькие розочки у меня здесь две желтые 1 красная вот это посередине такая оранжевая и 1 там маленькая красненькая вот совсем там малышек в общем тоже погибал тоже сидела около бассейна все эти розы это моя новая роза который я покупала в этом году не скажу сейчас название сорта девочки в общем вот такой вот у нее смотрите какой красивый красивейший цветок пахнет каким-то не за персиками фруктами чем-то таким но аромат такой слабенький слабенький то есть нужно прямо приближаться к самому цветку чтобы почувствовать аромат сорняки тоже нормально тоже неплохо вот и вот такая тоже роза красная но это самая такая простая топом парковая но это не шиповник это роза тоже цветет такими маленькими красненькими цветочками в общем тоже у меня тут живет в общем вот такие вот дела я тут натворила перенесла часть своего огорода к теплице но в этом году можно сказать что мне ничего не растет а тут же еще хрен сейчас мы тоже до него с вами дойдем смотрите как получилось по мне так мне вообще очень нравится девочки очень нравится хочу еще парочку гортензий себе приобрести уже выбрала какие надо только где-то найти купить вот посадить себе в саду в общем вот такая вот история вот этот зеленый как бы который у меня сейчас как бордюр будем вкапывать тогда когда здесь вот видите где черная пленка муж меня будет делать дорожку не знаю пока из чего и тогда же он не вкопает вот эту зеленую бордюрная лента это называется да видите по краям так у меня здесь еще крупнолистная гортензия здесь вот я сделала тоже хочу сюда цветочки такой как бы ну короче вдохновение было ой девочки не знаю что то вот у меня это все лого парк вот этот вот это все мне кажется он виноват крупнолистную гортензию купила за 600 рублей она я так поняла должна быть белая вот с такими она листьями была когда я покупала на распродаже подумала ну ладно вот выживет так выживет но смотрите дает новый лист новые листики новые веточки то есть в принципе очень даже ей неплохо хотя она сидит на солнце знаю что не нужно не хотя бы небольшого притянения но вот она на солнце видите вот такие листья наверно их потом сбросит будут новые листочки ну и хрен он тут так и останется неплохой куст по мне так ну я просто знаю что его выкапывать это с ума сойти вот так что вот такая вот красота вот это яблоня не помню название сорта но она очень вкусно нам очень нравится эти яблочки какие классные тоже уже скоро поспеет и будем их кушать в общем вот такой вот красоту навела я есть кстати да у меня есть червивые несмотря на то что я их обрабатывала яблони ну вот как-то да ну как есть вот все равно яблони от этого вкусные но видим из-за того что были дожди видите погнило даже одно яблочко у меня к сожалению но что делать вот в общем вот такой вот история мы занимаемся муж еще делает забор там вот по соседям у нас как раз остался кусочек и в общем что-то меня как-то знаете понесло понесла душа в рай вот конечно же еще на место старого дома меня тоже иногда спрашивают что там будет там муж планирует построить но гараж такой теплый ну как бы серьезный все для него в общем все себе там сделать красиво а еще сюда посадила пион не знаю хорошая это была идея или нет но это розовый у меня пион а вот это яблоня здесь достаточно кислые такие яблоки но они очень хорошо подходят мне как-то говорили что типа если невкусно яблоня зачем вы ее держите вот это яблоня очень яблоки точнее и очень подходят для того чтобы их сушить делать компоты делать сидора например из них они очень такие вот прям подходят именно для этого поэтому скажем так на заготовке у нас и живет это яблоня в общем мне еще нужно разобрать беседку девочки потому что там тоже кошмар вот эта часть навес который здесь муж тоже сделал тоже там надо порядок навести вот здесь вот около беседки у меня был как раз таки розы и а под навесом от этим он стоял бассейн и конечно же розам было очень очень плохо здесь мы еще вдоль забора посадили ту и мы посадили их еще в мае они достаточно хорошо так подросли кстати вот так что вроде бы им 10 неплохо забор будем делать из профнастила в общем будет замечательно вот в общем занимаемся так сказать благоустройство вместе с мужем 4 ту и мы сюда посадили возможно подсадим еще вот ну как то вот мы с мужем решили что сюда прям 4 необходимо не знаю по каким критериям в общем мы это сделали вот видите продолжение забора почему уж по этой стороне делает я покрасила то есть он все сам это сварил я покрасила вот эти все металлические детали я бы так это назвала в общем пету не люблю кстати пету не единственное что действительно в августе они не очень красиво смотрятся можно их подстричь но кстати стрижка пету не лично у меня она не но не придает ей той красоты которые вы мне хотелось бы новая и тоже иногда подстригая тем более если в сентябрь будет достаточно теплым я думаю что я ее в августе ну как раз сейчас августа может быть ближе к концу чуть подстригую чтобы она была более такой красивым таким более компактным кустиком но пету не получилось очень красивая на распродаже купила я прямо была удивлена потому что обычно на распродаже они обычные простые в общем а тут прям ведь какая красота у меня около крылечка вот крыльцо тоже тут конечно мужу надо доделывать можно так сказать вот так что вот такая вот у нас красота получилась вот так вот мы тут с мужем но снова я и дети конечно мне мои помогают работаем вот так что супер может тут у меня приехала с работой при ней ввез мне как раз новых жителей мы с боночкой очень счастливы это хоста вот такая вот большая она будет как раз я ее хотела вот вдоль дорожки посадить какой-то он заехал питомник хотел там посмотреть кстати мне гортензии но там в основном белая я хочу или розовый или красный в общем какие-нибудь такие разные и вот это у нас пузыреплодник краснолистный кленолистный как-то так он называется если я не ошибаюсь вот тоже хочу его посадить у себя дам пузыреплодник вот такой вот в общем у него 590 как-то там была скидка что ли на эти два растения в общем не на он сказал что он даже 1000 рублей за них обоих не заплатил какой-то от мимо проезжал питомник решила заехать вот он мне иногда до притаскивает какие-то растения так что супер посадила вот сюда пузыреплодник вот там у меня живет хостом новенькая и мне кажется так будет очень даже круто почему будет здесь конечно у меня разрастаться буду его формировать в общем планов много и вот здесь вот хост она должна быть большая такая крупная но посмотрим да что у нас будет конечно мы тут своими действиями попортили газон но что делать в общем вот такая вот красота у меня получается ну я на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео но был для вас полезным и интересным я читаю все комментарии все вопросы постепенно тоже буду освещать своих видео так что всех люблю целую и до новых встреч и и и Продолжение следует...